В Сургуте состоялся чемпионат Югры по бильярдному спорту среди мужчин и женщин. Соревнования являлись отборочными на командный Кубок России. Он состоится в начале сентября в Крымском Судаке. В результате двухдневных баталий честь округа среди мужчин будут отстаивать чемпион Югры по комбинированной пирамиде Тахир Акрамов, победитель регионального турнира по динамичной пирамиде Максим Зиньков. В Крыму в дисциплине «Свободная пирамида» выступит Иван Куракин. У девушек за Кубок России поборются Наталья Корнева, Екатерина Варильджанова и Виктория Саута. Впрочем, у югорчан будут весьма серьезные соперники. 100% это сильная команда из Москвы, то есть Московская конфедерация. Но они уже знают, что в нашей команде чуть-чуть пополнение произошло. Вот вторым номером как раз играет Екатерина Варильджанова. Это спортсменка с Екатеринбурга, которая с недавнего времени играет за ХМАО. Это будет очень сильное добавление к нашей команде. И я думаю, мы обязательно поборемся за медали. Команда Санкт-Петербурга также очень сильная команда. Наша команда традиционно выступает на кубковых российских турнирах успешно. Несколько раз в призах были югорские девушки. Мужчины на последнем Кубке страны проиграли матч за попадание в тройку сильнейших. Впрочем, мужская команда, несмотря на чрезвычайно высокую конкуренцию, способна преподнести приятный сюрприз. Но особые надежды в Федерации бильярдного спорта возлагают именно на представительниц прекрасной половины. По опыту прошлогодних игр мы уже были в финале, причем с более слабой командой. Когда наши девочки, еще не будучи титулованными, не будучи мастерами спорта, мы смогли побороться и занять второе место. То сейчас у нас команда уже довольно титулованная. Все призеры России. То есть уже можем спокойно заявить о себе.